Музыка Правда, если изучать технику самообороны, то впоследствии обязательно притянутся ситуации, в которых нужно будет применять эти навыки, потому что погружаешься в энергии агрессивные. Я, конечно, не знаю, у кого вы занимаетесь, но если ваш тренер агрессивен или он пропагандирует агрессию, поддерживает агрессию, не пресекает агрессию, не учит вас, как справляться с агрессией, как трансформировать агрессию, то я бы не занималась у этого мастера. У этого мастера явные проблемы, которые он передаёт своим ученикам. Вы погружаетесь не в энергии агрессивные, а в энергии активные. Если, допустим, я была вашим куратором на тонком плане, и увидела, что вы приняли решение изучать боевое искусство, то я бы периодически подкидывала вам проверки для того, чтобы вы сами поняли, чему вы обучились. Не для того, чтобы сделать вам больно, не для того, чтобы поставить вас какие-то неожиданные ситуации, причинить вам какие-то трудности. Я бы сознательно программировала для вас ситуации в жизни, для того, чтобы вы могли сама себя проверить. А на вашем месте я бы просила у Бога таких ситуаций. Столько, сколько вы можете выдержать. Иначе, как вы узнаете, обучились вы чему-то или нет. В данном случае вы принципиально путаете понятия. Человек, занимающийся боевыми искусствами, он тренирует свой боевой дух и чистую волю. Янская энергия может иметь положительную составляющую, отрицательную составляющую. Активный ян может быть разрушающим, а может быть созидающим. Задача любого мастера боевых искусств развить боевой дух человека, а не агрессию. Агрессия – это у паразитов. Это та же янская энергия, но она идет в разрушение как самого человека, так и окружающих. Паразитские существа, они этой энергией питаются, они могут в этой энергии жить, она их не разрушает, поскольку она соответствует их природе. Но для нормального человека, то есть светлого человека, то есть представителя рода, агрессия – это разрушающая энергия. То есть агрессия используются крайне опасно. То есть агрессия, в частности, это еще и внутренняя агрессия, она разрушает душу изнутри. Если мастер обладает, обычно это человек не мастер, он специалист в высококатегории. Настойщий мастер должен научиться работать без агрессии. То есть настоящий, если мастер использует агрессию, то у него из самого саморазрушения. Более того, если он это саморазрушение на кого-то еще через обучение проецирует, то он еще и на серьезную кармическую ответственность. Мастер, который не отработал агрессию, не имеет права вообще преподавать себе боевые искусства. То есть есть определенные нормы этические. И в любой духовной традиции, в боевом искусстве это понимание есть. Я не имею в виду какие-то черномагические вещи, какие-то паразитические системы, там это может быть. То есть там задача не научить человека свободы воли, силы духа, целеустремленности, ясного понимания. Но задача его сделать из него какую-то боевую единицу, которая будет по чему-то приказу, кого-либо уничтожать. Поэтому в данном случае не путайте два понятия. То есть это пробуждение чистого духа, боевого духа, силы воли, активного самовыражения и агрессию. Что касается агрессии, то она может иметь две формы. То есть это внешняя агрессия и внутренняя агрессия. Внешняя агрессия – это попытка яйнскую энергию вывести на внешний уровень и с помощью этой активной энергии что-то делать. То есть внутренняя агрессия – это то, что вы не осознаете и через полевой уровень, но также атакует человека. Внутренняя агрессия считается обычно более опасной. Она более сильно действует на тонкие планы, то есть у нее сложнее защищаться. Что касается, если вы накопили эту агрессию, например, занимаясь такого мастера, то естественно к вам будут притягиваться люди на эту агрессию. Тут есть две причины. Мир у вас нужно научить и показать, что вы где-то вляпались, совершили ошибку, и вам нужно от этого очищаться. Второй для вас – это знак того, что вы эту ошибку совершили. Следствие этой ошибки – это то, что агрессия притягивается. Если вы научились боевому искусству, вам нужно будет его оттачивать в реальном спарринге, в реальных условиях. Обычно для человека создаются условия. Либо человек это самое ищет, либо ему мир подталкивает. Обычно нам дают те испытания, к которым мы способны пройти. Человек, который практикует боевое искусство, он спокойен, собран, целеустремлен и способен использовать свой боевой дух. К нему не будут притягиваться агрессивные люди. Если человеку нужно просто это боевое искусство оттачивать, оттачивать характер, то ситуации могут создаваться. Но в целом агрессия к нему притягиваться не будет. Если человек в состоянии, своей энергии под контролем, то Богу, миру нет нужды притягивать что-то извне, чтобы человека очистить, чтобы человеку это показать. Если проблемы есть, человек не видит, то такие ситуации создаются. Как говорил один Зарастриец, Бог никогда не наказывает человека. Если видит, что человек дошел до крайности, он просто отворачивается, и тогда уже дьявол начинает свою работу делать. Поэтому вот эта ситуация с агрессией – это следствие того, что вы накопили то, от чего вы должны избавиться. На агрессии работают только демонические существа, либо паразиты, и она очень опасна для человека. Ни одно чистое боевое искусство не должно использовать агрессию. Если это вопрос жизни и смерти, то это на грани. Но если вы использовали опять же эту агрессию, давайте я еще вам дам такой совет, не будем путать агрессию с яростью. Есть такая в русском языке, как у понятия ярость. Но это ярость – это не истерика, это не агрессия, это не что-то другое. То есть ярость – это пробуждение той же самой янинской энергии в определенном диапазоне и вхождение в определенное состояние. Я не могу вам дать и показать сейчас на экране, что это такое, но не путайте ярость. Есть такое выражение в русском языке, и в боевых искусствах это и боевой ярости обучают. То есть разные технологии проявления янинско-активного составляющего во время боевого искусства. Есть одна из них – это ярость. Поэтому если ваш мастер не способен контролировать эти энергии, если он пробуждает агрессию, то вам надо менять учителя, как бы он интересен не был, как бы он красиво не подавался, какие он не имел бы дипломы, какими способностями не имел, если он не способен контролировать свою агрессию, он будет опасен, и вам очиститься потом от того, что на вас повесили, будет очень сложно. Вообще в каждом боевом искусстве есть задача пробудить в человеке активное начало. То есть оно должно пробуждаться этичными методами, этичными технологиями. То есть технологиями, которые существуют у светлой страны, а не политической. Агрессия – это политическая страна, и каждый раз, когда вам по каким-то причинам эту агрессию подсовывают, если вы чувствуете, что она изнутри идет, либо она идет снаружи, то есть вас обманывают, либо человек, который этим занимается, он неквалифицированный человек, и он не может преподавать, и вам нечего делать у этого человека. То есть ни вам, ни вашим близким, ни вашим знакомым. С него лучше держаться подальше. Субтитры создавал DimaTorzok